Как и обещал директор по строительству БДМ-7 Юрий Маргунов, новогодние каникулы на объекте выдались недолгими. 2 января в цех вернулись монтажники, а 4-го строители. Объема работ предстоял немалый. К примеру, заливка плиты пола. На первый взгляд рядовая задача, но чтобы сэкономить время и остаться в графике, было решено начать заливку с тех площадей, где все оборудование смонтировано. На данный момент на этой отметке 6,4, так сказать, чистовой пол полностью сделан. Дальнейший этап это уже, будем говорить, покрытие полимерами. На других фронтах темп работ столь же высок. Под давлением опробованы паропроводы машины. Выявлены и устранены замечания, поэтому сейчас специалисты готовятся к приемке пара в сушильные цилиндры. Одновременно продолжается пуск наладочной работы продольно-резательного станка. На минувшей неделе были прокручены и отбалансированы его валы. В размольно-подготовительном отделе начались гидравлические испытания. Смонтированное оборудование испытывается на воде. Старший разморщик Наталья Кривошапкина считает, что это очень важный этап в преддверии пуска на массе. Выявляются неполадки, которые тут же начинают устраняться организованно. И далее после устранения этих неполадок мы снова начинаем гидравить и смотрим, как произведены, устранены. Испытания на воде – ключевой этап, предваряющий пуск на массе. Сначала вода поступает на каждую из систем машины, затем следуют местные пуски. А завершается комплекс испытаний основным пуском на воде с подключением всех систем и узлов. А с УТП, контуров управления, проверкой различных блокировок. Как только вся система будет работать как единый организм, то есть без сбоев запускаться и останавливаться, и проблем с УТП, с механикой не будет, можно запускать машину на массе. Судя по словам директора по строительству, ждать этого события осталось недолго. На воде, исходя из того графика, который есть и наличия специалистов, мы планируем производить эту работу в первой половине февраля, а значит уже саму массу подать в конце февраля. На меловальной установке речи о пуске пока не идет. В то время как будущие работники участка проходят обучение, строители из Омеги ведут работы и готовятся к монтажу оборудования. Для этого создаются требуемые условия. Подано временное отопление, готовится к пуску в эксплуатацию новый мостовой кран. После его приемки, как и на БДМ, монтажники приступят к установке шин под меловальную установку. Они уже завезены в корпус здания. Участок приемки и складирования, приготовления и подачи химикатов для производства бумаги должен быть готов к моменту пуска машины. Здесь расположены станции приготовления химикатов, клея АКД, котенного крахмала и других компонентов, которые используются в бумажной промышленности. Сегодня на этом объекте большая часть оборудования смонтирована. Идет подключение контрольно-измерительной аппаратуры. Для выпуска этого вида бумаги нужно довольно большое количество химикатов. Здесь задействованы фирмы Акзонобель, которые мы давно работаем. То есть они готовят один вид химикатов. Фирма Банмарк – это другой вид химикатов. Фирма БКТ БИМ готовит следующее. То есть на данный момент идет как раз установка оборудования этих фирм. Присутствует шеф-монтажник от этих фирм. И уже будем говорить, так же частично оборудование фирмы Акзонобель опробовано. Цех листовых бумаг. Его коллектив находится в ожидании продукции седьмой машины. Но это не значит, что ЦЛБ стоит. Персонал повышает квалификацию, проходит обучение. Одновременно практикуется на пусках-листорезах. Все они уже опробованы в различных режимах. Кроме того, в январе смонтирован упаковочный станок для мелованной бумаги. В настоящий момент проводятся его пуско-наладочные работы. Так или иначе, момент истинный близок. Почти все объекты производственного комплекса готовы к запуску БДМ-7. Ждем февраль. Месяц обещает быть богатым на события.